Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Пророк Иеремия, 15 глава, 19 стих, говорит так, что если изречешь драгоценное и изничтожное, то будешь, как мое устало. Простые слова, драгоценное и ничтожное. Ничтожное то, что камни валяются под ногами, копейки не стоят. А если бы ты нашел сейчас пудовый какой-то слиток, золото, все бы у тебя в жизни изменилось. Совершенно по-другому было бы. И человек находит, говорит, такое где-то, узнал там, где-то есть. Продает все, чтобы только выкупить этот участок земли. А теперь на нем работает, достает. Вот мы должны определить в своей жизни, что такое драгоценное, а что ничтожное. Притом это говорится не определенным людям, не пророкам, не учителям, а всем. Я еще раз сегодня утром пересчитал всю главу эту. И как будто ее не считал. Потому что не один раз говорил проповеди на эти стихи. И сегодня увидел, новая картина открылась. Почему она? Слово живый и действенно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов. И судит помышление, намерение, сердечное. Павел говорит. Апостол Павел сказал для нас некоторые слова, что нам надо иметь. Самое главное в первом послании Карим в 15 главе. И я был, когда у вас то учил. И о чем? Что Иисус страдал и воскрес. Все. Вот человеку говоришь, идите по всему миру. Это апостолам сказано. Апостолам? А почему не сказано, что идите апостолам, а другие не ходите? Восьмая глава Деяния апостолов говорит о том, где находились апостолы на самом трудном участке. В Иерусалиме гонения. И четвертый стих говорит о рассеившейся. Ходили и благовествовали. О чем говорят святыецы? Это малые дети. Ребенку одному шесть лет, другой ему восемь. И они стоят и думают, а как проповедовать? Хозяин идет к Катулу. И он их любит. Хорошие христиане, но не знают, что христиане. Работу выполняют честно. Лишнее не возьмет. Отличного качества. А дети понимают, что что-то не так. Дети. Родители не знают. И Олег говорит, вот хозяин наш идет. А мы у него в рабах, как у сатаны. Второй говорит. А давай ему скажем. Повторяем. Малые дети. Житей святых об этом говорит. Хозяин идет. Они говорят. Добрый день. Катул. Ты нам не хозяин. Хозяин наш Христос. Он слуга говорит. Слуги говорят. Это что они говорят? Такой Христос какой-то. Так это же христианская семья. Ну что ж. Я им жертвенное присылаю хорошее. Они его собакам бросают. Наше жертвенное мясо собакам. Как при счастье. Это для них то же самое. Мы тебе не рабы. Мы у тебя в рабстве находимся. Как в аду находимся. Это маленькие ребятишечки. И дальше будет такое. Вызовут родителей. Будет допрос. И всех казнят. Приучите детей. Не просто прыгать. Скакать палками махать. А драгоценно извлечь из этой жизни. Вот у человека много органов. Самый главный. Какой орган? Вот человек просто. Я задаю. Не космические какие-то дали. Не устройства земли. Самый главный орган у человека. Какой? И сразу встали. Глаза конечно. Но без глаза сколько живет? Язык. Без языка живут. Глотают. Жеванное. Что самое главное? А в поговорку вошло. Говорит. Пуп всей земли. То есть главный человек считает себя. Пуповина. Вот сегодня самолет заправку делает. Это как пуповина. Через нее все соки идут. Передается интеллект матери. Наклонность музыки. Математические данные. Память. Все идет. Отсюда идет. Главный орган. А глаза никогда не украшаются. Сегодня научились портить. А неблаговидные органы. Говорит. Боли украшаются. Это апостол Павел перечисляет. И далее мы видим в Библии совершенно незначительные события. Но настолько они оказались важными, что их в своей речи Христос приводит. Люди говорят, да, действительно, Царство Небесное где-то рядом. Смотри. Бесы боятся. Уходят. Выйди, бесы. Вышел. Больной. Говорит. Прокаженный. Исцеляется. Лето Господне благоприятное. Все согласились. Считаем Иоанн Георгий. И сидят все евреи. Христос говорит на родном их еврейском языке. Взаимная любовь, согласие. Но только бы продолжать дальше в этом духе. И дальше люди тысячи обратились. Он видит, что эти люди ничего не понимают. Они думают, что они хорошие. Им ни с кем нельзя молиться. Они обходят Самарию другой стороной. Иудеи с самарянами не знаются. И вдруг открывается тайна. И тайну эту открывает Господь. И Он говорит. Разве вы не считали. А закон-то Божий считался у них в то время в синагогах-то. Что сколько было прокаженных. Прокаженных много было. Болезнь лепроприлипчива. К нему нельзя прикасаться. Стены делаются другого цвета. Разрушьте дом. Выбросьте камни на свалку. И в Израиле много прокаженных. И никто не исцелился. А враждебное государство Израиля. И там маршал. Главный военачальник больной проказой. Незначительное событие. А оно кажется нам незначительным. Потому что мы не вникали. Вот война. Указание. Евреям дается. Святому народу. Мужчин. Всех до единого. В люльке. Вот этого. Уничтожить. Женский пол. Замужем была. Уничтожить. Болеменно. Пополам разрубить. Полную инструкцию дается. А если девочка замужем не была. Немедленно проверить. Девцы оставить. Вот столько-то дней она пусть плачет. Месяц об отце. А потом можешь смирить ее. То есть она твоя. И вот такую девочку взяли. Она живая осталась. И она там. В чужом народе. Хозяйке говорит. А он лещится. И мы не знаем как ее звать. Сегодня мы особый день ей установили бы. Не с пятого, у которого леп был разбился при его смерти. Герасим. А вот в Израиле есть человек. Который лепру лечит. Да не излечимая болезнь. Лечит. А как лечит? Не знаю. Я слышала. И он туда с дарами, с великими идет. И Господь говорит. Сколько было прокаженных в Израиле. И почему сириец. Враждебный человек. Исцеляется один. Сердце. Бог увидел его сердце. А мы готовы принять истину. Так и случилось. Но на одно условие. И Елисеев сказал. Пусть не осудят меня. Но когда мой господин, царь, пойдет поклоняться идолам. Он всегда идет и на меня опирается рукой. Я тоже с ним буду. Но я не буду приносить веру. Чтобы это тоже учли. Не посчитали меня обманщиком. И он исцелился. И вот наступила великая беда. Голод. Вот дым. Видели? Какой дым идет все дни? Смотреть нечего. Это из Красноярска. Больше миллиона гектар горит земли. Сегодня вопрос так. Труднодоступные места. И оттуда волки могут хлылить сюда, в другие края. А вчера ветер повернул в другую сторону. Развеял. Чистота, порядок. Ветер в другом направлении пошел. И в это время и не просто была жажда какая-то. А скотина вся дохлая валялась. Источники сохли. Пруды высохли. Родники ушли. И пророк идет по всей стране, Илья, и останавливается в Сарепте-Сидонской, за границей. И Господь Христос приводит. Почему в то время пророк остановился у ней? Два маленьких события. Вдова одна. И он ей дает загадку какую. Она говорит, там две горсти муки, лепешку испеки и мне дай. Она с сыном голодная. Как бы сказал кто? Вот эгоист какой. Нет, не так. Он проверил ее сердце. Она говорит, хорошо, сделаем и умрем. И далее мы знаем, у нее мука до кончины голода и масло не исчезало. Маленькие события. Но их Господь вывел на арену. Если еще драгоценные. Берем самое драгоценное спасение души. Будьте мудры, как змеи и просто, как голуби. О змеях я знаю понаслышке, а о голубях реально знаю. Всю жизнь держу голубей. Самая глупая птица. Израиль глуп, как голубь. Ефрем глуп, как голубь. Господь говорит, не сравните с курицей, хотя курица не птица. Вот почему? У ней есть качество, которого нет ни у кого. А она, эта птица, возвращается к своему месту. Я видел соревнования. Ну, приезжает Катеринбург, Свердловск. Далеко-далеко, тысячи километров иногда. Привозят особый автобус. Их там кормят. Закрытые, конечно. И вот наступает день. У Барнаула, главный мост, где и там написано Барнаул, они туда выезжают, чтобы заснять. И открывает дверку, стенка открывается у газели. Их там 40 штук, и как будто кто выстрелил. Один круг делают, полное направление полетели домой. А там у каждого колечко. Он когда влетает, он афиксирует, какой номер. Кто главный. Одна голубка вернулась из Японии в Москву. Невероятные вещи. Почему? Что бы с нами не было, ты не куда от Господа. Ты только держись Господа. Да было, да пал, да согрешил. Встань. И сколько же раз я буду вставать? Сколько раз согрешишь? Златову говорит, не поощряю греху, а поощряю к исправлению. Изничтожного, извлечь драгоценное, неполезное только. Это непросто. Этому надо учить. Я еще раз пересчитал главу, оказывается, чем это было вызвано. Пророка гнали. Когда его избрал Бог, ну может быть был как мальчишка, как фильм Еремия показывает. И Господь говорит, я избираю тебя в пророка, ты будешь обречать народ, царей. Он говорит, я молод. Не отказывайся, чтобы я не погубил тебя. А у Господа это просто делается. Мы избранные. Сегодня я грешный, архи-грешный, супер-грешный. Это приемлемо. Ой, да я пес смердящий. Один настоятель так, ты грешный? Да, я грешный. Мы привыкли этим играть. И ты самый грешный? Да. Он тогда, когда пришли в столовую, он взял руку в косяку, настоятель поставил, все прошли, и этот идет. А куда идешь? В столовую. Зачем ты идешь? Грешный. А чем я хуже других? Вот и все. А чем я хуже других-то? Одно дело, говорит, пес смердящий, а для себя ты благоухарный пчелиный сот. И вот, изничтожил, а Господь говорит учителям вокруг, пойди, ленивец, и поучись у муравья. Я вчера учился на двух муравейниках. Ну, работа у меня такая. Удивительно. Я бросаю им, допустим, крошку, он один схватил, не может ее, побежал за другими, мгновенно подхватили ее и в норку утащили. Вот так мы должны знать. Не отрекаться от общих работ. Это у нас в выставе написано. Иди, ленивец, поучись у пчелы. Это говорится в шестой главе притча Соломона. И продукты ее любят и цари простолюдины. Все любят. До медведя и до самой... И медоед еще есть такой. Это ничтожная маленькая птичка, как многому может тебя научить. Насекомая. Голубь научит. Да хочу учить у меня коровы. Вот как раз у коровы учись. Вол знает владетеля своего, осел господина своего. А народ мой не знает меня. К чужой кормушке идете. Чем вы питаетесь? Ну, боленька, то рассуди. Ну, я верующий. Верующий. Написано. Праведник смел, как лев. Изучи про льва. Здесь приехал профессор один. Они кедроград строить решили. И спрашивают. Какую науку вы знаете? Я, говорит, одну науку всю жизнь изучал. Он профессор. Святую Библию. Написано. Слово Божие. Твердо, как луна. Я изучаю все про луну. Я узнаю теперь, какой у меня состав. Какая она прочная. Какие абразивы требуются где-то. Вот сказано. Вол. Изучи вола. Почему он домой идет? Потому что там ждет его еда. Я вас каждый день кормлю, говорит Господь. И вы все равно тянете телевизоры. С ума сходили от телевизора. В интернете сегодня не вылазят. И одни пакости смотрят. Не просто так сидят люди. Я только сегодня заехал к одному человеку. И просил. Ну, пойдем в храм. Ты проповедь услышишь. Моление. Боюсь. Ну, чего же бояться? То ты увидишь один раз красоту божественного богослужения. Боюсь. Так и не пришел. Придет время. Мы узнаем почему. Я могу только сказать, что молиться надо. Из ничтожного извлечь драгоценное. Когда начали угрожать пророку со всех сторон. И он увидел, что выхода никакого нет. Господь говорит, я с тобою. Я сделаю тебя крепкой, прочной, медной стеною. И этот вихрь, этот дым разобьется от тебя. Так и было. Как в фильме показывают. Бьет его там начальник. Он стоит на четвереньках. Сбил его. Бьет его рукояткой. И он только голову поднял. Так говорит Господь. Праведник смел как леп. А нечестивый бежит, когда за ним никто не годится. Проверим себя. У людей много, значит, мнения. Как бы на работе не узнали. А я вот такой-то. А меня с работы выгодят. Я говорю, но иконы-то есть дома? Есть. Но я их там держу в шифонере. За пужерами. За стаканчиками. Его никто не знает. Ну крестик-то носишь. А я его собрал до стороны у лямочки. Пришил на майке. И никто не знает. Вызвали священника. Какой-то вопрос. Сижу. Смотрю, что он делает. Он раздевается. Я не знал даже. У него здесь галстук. Он расправил галстук. Крест снял. В карман положил. Пошел дальше. Начальник вызывает мирской. Праведник смел, как лев. Почему? Полагает на Бога и знает с нами Бог. Хочу порадовать всех. В прошлом году в это время я просил молиться. На нас было сильное ополчение, гонение. Мы обращались и в Государственную Думу, и Президенту. Пользы как будто никакой. Но Господь показал. Нет ни одного. И священник там один нападал. И Прелюбодея, который здесь жил, всякую мерзость говорил. Нет. Все растаяло. И как будто никого нет. Теперь прошу поблагодарить Бога за услышанную молитву. Я говорю, как извлечь драгоценное. Человек строит корабль. Ну и что? Да строит-то большой больно. Ну и что? Да говорит, потоп будет. И смеялись над ним написано. Это так и называется Лоев-потоп. Потеряевка живет в том месте, если никто не знает. Где самые веские доказательства, что потоп был. Каждый лог, который идет, он заканчивается на главном, который на втором мостике. И все туда от рожки сходятся. Начинается прямо на глазах. Ну метров 200. И до глубины главного лога. Там может быть метров 8. И дальше уходит. То есть земля год была под водой. Размокла. Я вас возил туда даже. Стареньких собрал и показывал. Я еще раз вчера прошел. Посмотрел эти места. Лога. Такое ничтожное. А ты извлеки. А Господь говорит, как было водниною. Так будет перед пришествием Сына Человеческого. Мы избранные. Избрание наше заключается в том, чтобы мы это показали. Так написано, что делай дела тайно, чтобы никто не видел. Тайна это тайна. Но 2.13. Послание Иакова говорит. Покажи мне веру твою без дел твоих. А я покажу тебе веру мою из дел моих. То есть это прямо призывает. Город на вершине горы не может укрыться. Итак. Об этом говорит нам Господь через пророков. Они говорят. Какое? Но награда везде обещается. Они сами будут обращаться к тебе. Сами. Не через посыльных. А не ты будешь к ним обращаться. Когда ты будешь считать Слово Божие. Не пропускать Божественную службу. Бог сделает так. И что будет обращаться? Зайди на наш сайт, посмотри. Я отвечаю там на 4124 вопроса. Люди задают профессора, академики. Я все время подчеркиваю. У меня нет образования гуманитарного. Я только строитель. Да еще может никак не кудышный. Но Бог говорит. Я на пол и уста твои. И ты изречешь им. Вот здесь потеряю. А что тут много? И вдруг приезжает здесь главный банкир Алтайского края. Вот у нас ящик. Пожертвовано на дело Божие. С ним другие банкиры. Я свидетель. Провожу их. Он посмотрел. Гляжу в карман. Полез. И положил. Другие они один не положили. Главный банкир. Повторяю. Он много помогал мне средств. И вот экономик. Он уже мне помогает книгу выкупить. И кто-то мне говорит. Вот не знает. Что вы там про евреев пишете. Что самая кровожадная нация. Получается. По вашему. Это не мои слова. А вы знаете что-то. Кто помогает вам. Он еврей. Да дело в том. Что он каждую книгу и выборы считает. Знает. И помогает. Молимся. Бог так делает. И удивительные дела совершаются. И у человека. И через него. Мы берем ничтожное. У тебя какое образование. Воспользуйся им. Ну. Как бы мы ни жили. Но знаем. Что питаются нас земли. Вы знаете. Поднятие. 56 год был. Как поднимали целену. Что тут было. И вдруг. Первый год собрали урожай. А дальше все остановилось. Агрономы ходили на поля. Забивали колышки. Чтобы посмотреть через день. Насколько он больше будет. Миллионы тонн. Самой плодородной земли. Подняло в воздух. И унесло за океан. Вот как дым сегодня от горелого леса. Так тогда это. А почему. А вот и почему. Теперь выходит книга. Называется. Безумие пахаря. Я помню. Я на плуге ночью работал. И поднять через дорогу. Опустить. Вручную все это было. Ты пыль там. Плуг. Сделали предплужье. Первый слой срезает. А второй слой. Заваливает. И оказывается безумие. Не надо этого делать. Пахать не надо. Буря там где распахана. Где одна пыль. А что делать. А вот стерня. Когда уберут. Делает так. Что сейчас. Микину это все. Пшени. Это. Солому. Разбивает. И она в удобрение идет. Особые селки. Которые прорезают. И прямо по стерне. Вообще не пашут. И черные бури. Вообще прекратились. И лесополосы везде насадили. Это премьер все это было. Кажется ничтожное. А теперь переведи на духовное. Какие ветры буря разыгрываются над нами. Сколько врагов бывает. Сколько ты слышишь известий. Утвердись. Христос со мной. Ничего больше не будет. Христос поможет. Да мы начали делать. Да я заплатил деньги. Посеял. И вдруг все выборзло. Ничего. Никакого чеснока не выросло. Бог знает. Бог испытывает. Семь лет будет голод. А потом будет изобилие. И нас сошлись. Проиграли они? Нет. У нас разные сидят. Старшие или младшие. Любимец отца. Он ему поможет. Ну вот родился один раньше. Ему все принадлежит. И он не ценит ни грамма. Вы знаете о ком речь идет. И когда его брат пришел однажды. А у него ничего на охоте не вышло. И он попросил у него поесть. А попросил-то щечевичную похлебку. Он говорит. Первородство отдай. Он только об этом и думал. А это невозможно заново родиться. А зачем первородство? Я никакой пользы от него не имею. И это отразилось на поколениях миллиарда людей. Вот это теперь там Восток. Все мусульманство попало под того, который отдал первородство. А первородство выиграл-то Яков. И благословение его то, что у нас есть Библия. Великое преимущество быть иудеем. Ибо им верено Слово Божие. И поэтому, какие бы ни были. А для них главный Бог это золотой телец. Для денег. Для того, чтобы все платили им. После перестройки-то началась. Даши-то всю страну разворовали. На Израиль, на Америку. И они там. А ты слово не скажешь. Скажи. Господи, мы не умеем правильно пользоваться. Ты нам здесь все даровал. И земля, и вода. То есть и Слово Божие. Это водой называется. И хлебом жизни. Ты главное нам дал. С кем бы ты не встретился. Даже не надо знать его национальность. Его профессию. Ты ему скажи. Христос умер за нас. И он скоро придет. Как было во дне Ноя будет перед пришествием сына человеческого. Ели пили. Выходили замуж. Женились. Строили. И не думали. Как внезапно пришла расставаться со всем. Я призываю к тому, чтобы к нам обращались. А чтобы мы ответить могли, написано. Сами будут обращаться к вам. А не вы к ним. Мы неделю боролись с этим колорадским жуком. Я все думал. А почему? Мне показалось. Есть о чем сказать немного. Мысль пришла в это время. Радость, что у нас есть второй хлеб. Картофель. И вдруг это малое насекомое пожирает все. Рядом конопля растет. Крапива. Ни одного там нет. Почему? Как будто бы кол вбили. Кола радость. Кол в нашу радость. Во вторую. Я думаю, а что же это такое? Пришел, опять сел за Библию. И читаю. Вторая глава. Первая глава, четвертый стих. И Аиля, пророка, который говорит, как дева будет видеть сны, пророчества. И он говорит так. Что у вас останется от гусеницы? Пошли саранчу. Что останется от саранчи? Нашлю на вас червей. Что останется от червей? То будут доедать жуки. Это Бог насылает. Это Бог насылает. Я стал считать. И притом слово жук в Библии во всей полной встречается только два раза. Это же пророк в главе 2.25 говорит так. И вот я вас дам за те годы, когда поедала вся червя, великое войско мое, которое послал я на вас. И мы на этого жука должны смотреть, как на воина. Войско Божие, который пришел вразумлять нас. А как собирать? А трава всякая. Человек себя травит. В интернете там числа нету, сколько способов. А следующий пишет. И все, вручь я делал, никуда не мой нет. Он опять. Мы только собрали. И буквально в этот вечер обижоне опять откуда-то вылезли. И ходи, и работай. Ходи, и молись. Ничтожный жук. Повторяю, только два раза в Библии упоминается. Когда я увидел, что это войско Божие, я сказал, Господи, помилуй. Уменьши это войско или убери его от нас. Мы считаем, Слово Божие вразумляет нас. Будем смелы, как львы, не как сарача. Здесь все сделано для того, чтобы было как надо. Мне Господь позволил получить в этом году опять. Привезли технику. Мы второй мостик делаем. Вы его не узнаете. Поднимаем и расширяем. И все будет сделано, как должно. Снова Господь позволил увидеть милость Божию в этом. Бог дал хорошего человека. Он на пересте. Я говорю, запасной у них. Я вчера думал, как с дорогой следить, когда с дамой выйдем. Я уж о простом скажу. А он вещь вам показал. Раз, одним махом все сделал. Маленько дорогу сдвинул, она поделась. Он сегодня здесь. Помолитесь за него. Алексея звать его. Чтобы Бог ему открыл эту истину. У него веры совсем нет. А этот человек много добра делает. Да поможет нам Господь в самом ничтожном найти обещание полезного и драгоценного. Богу слава за все вовеки. Аминь. Аминь. Аминь.